Наш выпуск сегодня посвящен Уралу. Глупнейший город Урала — это Екатеринбург. О нем мы, наверное, будем говорить больше всего. Но, блин, Урал же огромный, не сможем только про Екатеринбург. В любом случае, это не от нас зависит, о чем мы сегодня будем говорить. Это зависит от наших респондентов. Они уже съездили, потому что у них есть ваучеры. Они ведь участвовали в проекте «Больше чем путешествия», а там их вот так вот просто раздают за успехи, достижения и знания. Вот. Короче, это те самые спецагенты, о которых мы говорили ранее. И вот надеемся, что они прям уже хотят выйти с нами на связь. Ну, тогда погнали. Погнали. Илюх, я тебе хотел сказать два факта. Первый — у тебя торчит провод. Немножко торчит провод от микрофона, поэтому спрячь его. Второй — может, расскажешь сегодня в выпуске всем про то, кто тебе подарил этот янтарь, который висит у тебя на шее, кто его своими руками поймал и подарил тебе. Вот, может, расскажешь сегодня в шоу «Маршруты мечты». Меня зовут Вова Капри, это Илюха Гордеев. И сегодня мы расскажем вам про то, как круто путешествовать по России, что действительно есть места, которые достойны внимания нашего туристического Илюха. Согласен? А что, про янтарь не будем уже рассказывать? Уже передумал, уже все. У Ильи на шее висит янтарь, который я ему лично поймал в Балтийском море, подарил. И он настолько этим гордится и рад, что хочет рассказать. Но сегодня, нет, сегодня не про это. Сегодня мы говорим про Екатеринбург и ребят, которые туда съездили. Ты знаешь, что Екатеринбург входит в топ 600 самых крупных городов мира? Это хорошо или плохо? Это называется «Факты от Вова Капри». Каждый топ 600. Я зато поинтересовался, поискал в интернете факты про Екатеринбург. Мне больше всего вот этот понравился. Я скажу честно, мне кажется, автор, который это писал, он такой креативный. Екатеринбург в топ 600. Знаешь, причем, если так вскользь говорить, типа, о чем входит топ 600 городов, крупнейших городов мира, то как бы можно и на невнимательного зрителя порассчитывать и как будто бы и не заметят. Вообще, момент. У нас сегодня не только про Екатеринбург, мы в целом про Урал сегодня говорим. Ну, как бы Екатеринбург это центр Урала. И он называют столицей Урала. Мы его выделили, да, это столицей Урала. Вот, ну что, мы сегодня созваниваемся с ребятами, которые недавно побывали на Урале, в Екатеринбурге и в других близлежащих городах. Вот созваниваемся, болтаем, смотрим видосики. Вот такое тревел-шоу студийное на креслах со столиком и с кофе, чаем, без танцев, игрушка. Варвара, привет. Ты уже сгоняла, значит, в Екатеринбург. Тебе там что-то показали, рассказали, вероятно, в топе 600 крупнейших городов мира. И расскажи самый интересный нам. Ну, в целом, ощущения, когда ты оказалась в Екатеринбурге. Что за город? Ну, на самом деле, у меня не было больших ожиданий, потому что, не знаю, мне казалось, что я приеду, ничего нового не увижу, потому что я живу в Тюменской области, это недалеко, в принципе. Но для меня этот город стал чем-то нечто отправной точкой студенческой жизни. Кто за отправная точка? Там очень много мест, где могут развиваться студенты, и там поддерживают это все. Там много консульств, связанных с Украиной, с Чехией, с разными странами. Там развивается искусство, творчество. Очень много мест. Вас возили на границу Европы и Азии. Было такое? Да. И есть какой-то обряд пересечения этой границы. Это правда? Что за обряд? Нас встретили с Хлебом, мы водили хороводы, мы вешали различные ленточки. Мы переступали границу, и в конце получили даже паспорт преступников, которые пересекли границу незаконно между Европой и Азией. А вы, груто, паспорт преступников. Это шик вообще. Типа вы нелегально переступили из Европы в Азию, да? Да. Без загранпаспортов, без контроля, таможни и всего вот этого? Да, вообще без всего. А вы пешком или на джипе там каком-то? Как вы пересекли? Нас высадили, и мы прошли путь. Было очень много заданий. На условной границе мы ее пересекли и загадали все желания. Она как? Там вот какая-то линия есть, наверное, да? Она ощущается или она только вот в голове вам говорят? Вот здесь примерно между вот тем дубом этой березой проходит граница? Или это мост? Нет. Там стоит памятник. Нам условно показали, где это находится. Там приведена линия. И мы с помощью определенного хоровода пересекли границу. Определенного хоровода. То есть вы в хороводе пересекали границу, да? В хороводе. Потом мы стояли одной ногой на Европе, другой на Азии. И так, и так, короче, эту границу и хороводом, и ногами ее, и туда-сюда. Понятно. И сколько это все за него времени пересечения границы? Ой, со всеми мероприятиями это засекло очень мало времени. Минут 30. Вот так вот 30 минут и уже в Азии. И уже в Европе и обратно. Это правда, что вы были в каком-то музее камня? И был какой-то мастер-класс, который тоже с этим связан? Мы были в музее камня. Очень крутое. Нас встретил сопровождающий. У нас была очень интересная, крутая история. В конце у нас был мастер-класс. Мы создали свои браслетики по интуиции. Нам рассказали, как это связано с нашим характером. Довольно было много полезной информации. Было очень классно. И нам всем так понравилось, что день прошел просто очень быстро и незабываемо. Я еще знаю, что такой вот факт есть интересный, что в Екатеринбурге еще и Екатеринбург топ-1 по количеству машин на душу населения. Там много автомобилей, пробки на дорогах или, ну, не ощущается? Я не уверен просто. На самом деле не ощущаются пробки. И там движение, как вы будете, что там в многонаселенном городе. Угу, угу, угу. На самом деле очень уютный город. Не ощущается, что это многомиллионник. Получается, что в целом ты, Екатеринбург вообще топ. Да, это просто огонь город. И он не такой, как о нем отзывается, что это город-завод. Конечно, там есть заводы, но он выглядит чудесно. Скажи, пожалуйста, с кем бы ты хотела поехать в Екатеринбург? С друзьями, с парнем или с родителями? Ну, я непременно хочу еще раз посетить Екатеринбург с друзьями, с парнем и с родителями. То есть всех вместе собрать и в Екатеринбург в семейное такое дружественно-романтическое участие? Да. Опасно, лучше так не делать. Ну да, вместе что, это как бы перемешивать компашки, это всегда опасно. Это вообще последнее дело. Давай посмотрим, как вы там между собой перемешались с остальными участниками на видео, которое у нас сейчас вот тут отключится. Счастливый, что... И безумно рады в минус 15 гулять. Больше двух тысяч, и считается, что так быть не должно. Ну, что поделать, у нас огромная страна. Ааааа... Постойте! Это же Хогвартс! Можно побольше? Ооо, повезло, повезло! Варвара, можно вопрос задам? Ну поскольку ты была в музее камней, я просто... Мы в начале шоу уже обсудили. Янтарь вот я ношу, это нормально вообще? Мне фартить будет? Ну на самом деле нужно посмотреть именно на человека по дате рождения или по знаку зодиака, как вам подойдет этот камень. Мы в основном разговаривали насчет других минералов и горных пород, потому что в Екатеринбурге распространены немного другие минералы. Ну вообще на Урале золото добывают, если что. Там чист, кольцы... Я кстати... Да, малахит, там основной малахит. Про золото сразу скажу, вот можно? Про ископаемые тоже имбовый факт. Во-первых, в Екатеринбурге метро выкопали сразу после Москвы. Сначала в Москве попробовали, порепетировали и потом уже чистовую версию выкопали в Екатеринбурге. А ты расскажешь... И вот я про это и хочу. Я хочу рассказать. Когда выкапывали метро в Екатеринбурге, параллельно с этим еще и добывали полезные ископаемые. И меня так прикалывает этот факт. Ты познакомился, может быть, с кем-нибудь? Ой, я подружилась почти со всеми ребятами, которые ездили со мной. Варвара, скажи, пожалуйста, а как ты заполучила этот ваучер на поездку в Екатеринбург? Что ты сделала, как заслужила? Я участвовала в конкурсе «Российская студенческая весна» прошла на Россию. И в прошлом году я ездила в Нижний Новгород в направлении мода. И победителям выдавали поездки. И я именно выбрала поездку на Урал. А какие еще, можно еще знать, какие еще поездки были? Урал была возможность поехать, а еще? Я смотрела именно от своего пункта населения, и у меня это был Урал, Екатеринбург, Тюмень, можно было на Сахалинске ездить. Ну и ты выбрала между всем этим Урал? Да. Да. Потому что очень крутая программа, это стоило того. Все, Варвара, спасибо тебе большое, мы с тобой пока-пока. И вам спасибо. К нам Маша подключилась. Я сама тоже, когда оказалась, выбрала это предшествие. Я тоже не знала до этого момента, что такое город Ньянск, Березовский. Но они меня очень удивили. Конечно было, когда я там оказалась, для меня было такое ощущение, что как будто я приехала в свой родной город, что как бы ничего такого отличающего, то что прямо так, что вот как будто бы я дома, что это так мне близко и такое родное. Очень интересно. Мы посетили сначала их краеведческий музей при музее города Невьянска, где нам рассказали о его истории, где мы вот как бы окунулись в ту историю, которая была у них раньше, с чего все это начиналось, как он выглядел раньше Невьянск. Так, кто за башня? Наклонная башня Невьянска. Конечно, нам устроили скорость, и туда мы поднялись. Туда, конечно, местами очень было страшно, скользко, как бы зима, лестницы очень высокие, либо очень крутые, но это было очень интересно. А на смысле, прям покосившись, как Пизанская или как башня Сююмбике в Казани, вот такая же, да? Да, у нее есть небольшой наклон, но причем, когда приначально ее устроили, наклона как бы быть не должно было. А вот стоишь, видно, что прям покосилась? Да, виден наклон, но с определенного угла он очень виден. Очень виден, с определенного угла. Да. Слушай, вот мы сегодня с Ильей говорили про то, что Екатеринбург занимает первое место в мире по потреблению майонеза. Ты как-то это прочувствовала в этих городах вообще на Урале? Ну, можно сказать, я сама с Урала, поэтому майонез для меня этот очень близок, и как бы он даже в нашей семье имеет популярность. Да? Даже сейчас дома есть? Да. Да. У меня дома никогда нет. Да. Кто не ест? Не ем. Майонез? Да. Там же говорил, что вкусно сегодня. Вкусно, но я не ем майонез. Понял. Ну вот, Илья не ест майонез. Хорошо. В общем, с Невьянском все понятно, с башней все понятно. Подождите, подождите, подождите. Что? Что тебе еще? Что-то непонятно еще? Название-то откуда? Невьянск. Ну, это от самого города, потому что он находится в Невьянске, поэтому именно была связь именно с этим. Но самая особенность вот этой башни то, что вот именно на пятом этаже, когда мы туда поднялись, есть слуховая комната. Когда ты встаешь в разные части этих комнат, ты слышишь то, что тебе говорят в другом углу. Хотя расстояние очень приличное. Вот для нас это было очень интересно. Мы там были очень долго, пока мы там друг другу всего нашептали. Березовский нам тоже очень понравился тем, что там были как раз четвертый день у нас был связан именно с золотом. С его добычей, из чего все начиналось. Добыча на Урале началась как раз таки с Березовски. В самом Екатеринбурге ничего не было. И вот из Березовска привозили уже в Екатеринбург. Там чувствуется, что это столица этого золота. Там фонтаны золотые. Нет, конечно, этого не чувствуется. Тоже как бы очень все однотипно. Как бы такой небольшой городок. В рамках программы развития молодежного туризма 50 тысяч человек отправятся в путешествие до сентября 2022 года. Присоединяйся к проекту больше, чем в путешествии. Участвуй в конкурсах и получай возможность отправиться в самые дальние уголки нашей страны. Что там еще по золоту? Вы были в музее золота? Может быть разные виды, какие-то самородки вы находили в этом музее? Да, мы были в двух музеях. Музей, который организован государством. И второй музей, который организовали сами люди. Ну, честно, нам понравился тот музей, который организовали сами люди. Мы побывали в одной из учебных их шахт. Попробовали на себе пролезть, как это там с препятствиями пролазит, когда что-то, какие-то чрезвычайные ситуации. Попробовали, нас вывозили в виде золота в вагонетках. Мы проверили на себе такой небольшой аттракцион. Ну и что дальше? Значит, вы покатались в вагонетках, почувствовали себя золотыми. Еще что? Да. Угу. Мы, конечно, да. Вот нам как раз таки, впоследствии нам уже, мы пошли в другую часть музея, где нам как раз таки показали, что добывали раньше в городе Березовском. Эти именно камни. Вот мы уже как раз таки их посмотрели и нам вот рассказали вот такую, ну, как бы небольшую историю, с чего все начиналось. И когда вот мы сидели, мы как бы на себе ощутили то, что все-таки шахты-то работают. Золото подержать дали, подышать на него. Мы увидели небольшую частичку золота в другом камне, мы такие, ну, мы такие, ну, ура, мы подержали золото. Мне кажется, прям классная поездка удалась. Давайте еще видео посмотрим, как это все было, чтобы закрепить. Давайте. Доброе утро. Доброе утро. Наконец-то обед. Продолжение следует. Хорошо. К собачек а сейчас окошко-то золотая была золотая ну да золотистая золотая скажи пожалуйста как ты получила ваучер и оказалась на урале вот что нужно сделать нам если мы тоже хотим вот так вот взять бесплатно покататься по россии на вагонетки можешь только не говори что ты была активисткой ты принимала участие в конкурсе это все понятно чем ты как бы взяла этот ваучер ну как я побывала как раз на конкурсе вход и как бы я по-видимому зацепила голосом потому что после того как мы уже прощались мне так уже сказали я тебя запомнила твоим звонким голосом я и взяла на звонким голосом значит так тоже можно да по-видимому это сработало маша вы откуда я из кургана а там у всех звонки года вот поговорили про звонки голос голос пропал ну ладно и большой марш за созвон на связи там рассказывай про следующие приключения путешествия хорошо пока пока они пропадают пока рубрика факты екатеринбург входит в топ-10 российских городов по уровню жизни екатеринбург стал первым городом россии в котором началась добыча золотой руды екатеринбург занимает четвертую строчку в россии по численности населения во время строительства метрополитена в екатеринбурге попутно добывали полезные ископаемые уральская сталь применялась при возведении парижской эйфелевой башни самая высокая вершина урала гора народная возвышается почти на два километра илюха вот как круто когда и просто город и просто населенный пункт березовский а у которого сразу есть какая-то визитная то чтобы которую из бренд да вот как уфа это мед да еще что березовский золото да ты понимаешь что ты сейчас не просто приедешь какой-то город ты принимал понимаешь что ты едешь город и вокруг тебя просто будет золото во всем да 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 и музей и шахта все про золото концептуальные города россии формат города россии можно назвать да вот если бы у каждого города был какой-то такой бренд и кажется вообще было бы очень круто я думаю что каждый город россии должен к этому стремиться к нам подключилась дарья которая была на урале ей повезло очень сильно и сейчас она поделится с нами своими впечатлениями рейтингом локации которые больше всего понравились рейтингом городов вы в нескольких городах были насколько я знаю программа у вас была очень такая большая дарья слово тебе да привет да мы правильно что только в екатеринбурге а мы также посетили город березовский и город невьянск лично для молодежи я бы наверное посоветовал бы все-таки посетить екатеринбург во первых там есть обалденно в нивьянск кому тогда молодежь отправляем екатеринбург в березовский невьянск кого родителей родители все значит вот расходимся в екатеринбурге дети остаются здесь родители пожалуйста езжайте в невьянск и березовский окей встречаем молодежной программы в екатеринбурге что вы там делали по городу с экскурсоводом затем мы как раз таки посещали интересные места которые как раз таки я сейчас могу выделить да вот нам нужна конкретика то есть экскурсия она везде интересные места тоже везде что-то конкретное хочется услышать прям типа я была в шоке с того что в екатеринбурге что в екатеринбурге ельцин-центр это просто отвал головы так скажем потому что вроде звучит скучно но по факту это вообще не так очень интересно преподнесена история нашей страны то что мы вроде читаем все в учебниках интересно и вроде как ее знают вот прикольными шрифтами написано или что нет там обалденный фильм снят просто я не знаю советую посмотреть каждому абсолютно после чего там обалденные воспроизведено это все то есть вещи вообще выложены то есть настолько все здорово что там столько фотозон там инсталляции разные различные как раз таки вещи которых вы никогда не увидите банально какие подарки делали ельцину нашему первому президенту например мы не увидим ты расскажи какие подарки вот подарок был который меня очень сильно заинтересовал вроде самый простой но самый интересный а елизавета 2 преподнесла же не ельцину шкатулочку со множеством множеством отделений и вот нас спросили я вас сейчас прошу как вы думаете чего это надо было что там было так шкатулка со множеством отделений ну так вопрос какой сейчас у нас у нас теперь что где когда вопрос какой шкатулочка зачем нужна такая шкатулка это же элементарно я думаю витамины там распределены по дням понедельник а мне кажется что для отделения одних камней от других типа янтарь от бриллиантов бриллиантов от золота и так далее ну типа для отцацек ты его для украшений ты имеешь ввиду ну да для чего еще шкатулка нужно было ну просто так банально но кей все вот наши варианты витамины и украшения а на самом деле на самом деле а там кроме семена семена растений семена растений а в кучу же нельзя их сложить правильно они когда тебя вот тут огурцы тут баклажаны морковь она большая шкатулка или ну только или вот такая или вот такая ну слушай она где-то ну вот такая то есть как с мою голову хорошо записывайте в свои заметки идея для подарка коробка для семян хорошо что еще и подарок на были в ельцин центре интересно вообще стало татарский халат татарский халат так мвд россии ельцину подарили а набор из часов и каждый час он был посвящен федеральному округу и на котором как раз таки на часах было настроено время федерального округа а то есть много очень часов и как бы число большие настенные часы нет ручные ручные а много ручных часов и каждые часы показывают время того или иного региона российской федерации да ну условно это часы чтобы он самару ездил ведь вы эти часы надевай когда в магадан летишь а эти когда в калининград ну типа это их сколько получается получается 12 если не ошибаюсь на всю на всю руку хватит до хватит до локтя как говорится роли на руке я не жду зп да вот с подарочками такими интересными пожалуй все идем дальше так скажем дальше как раз таки шла непосредственно экскурсия по жизни нашего президента как раз таки и там что самое интересное времена 90 и когда начались там как раз таки вот эти все вещи 90-х mp3 плееры вещи и самое интересное то что есть там пару вещей которые сейчас как раз таки у нас модный это всякие яркие свитшоты различные то есть мода все-таки циклично она все-таки вернулась вот что-то модно это хорошо забытая старик я уже сказала вот и что самое интересное там были вот эти большие компьютеры из двухтысячных которые я не знаю сравнимо скаю большую коробку а у тебя компьютер да да аос да тоже были тяжелый был копия огромный такой да и самое интересное что на нем можно было поработать там то есть мы даже распечатали текст это круто то есть эти принтеры да то есть и понимаешь как раньше работала техника вот было достаточно интересно дашь у нас есть видосик который снимали скажем так наши агенты операторы во время вашего путешествия по уралу и сейчас мы этот видос включим и вместе посмотрим окей давай давай го доброе утро доброе утро дашь это вы куда поднимались что вы там где вы были смотровая площадка какая-то высота века б я так понимаю да это небоскреб бизнес-центр высоцкий мы были на 52 этаже знаешь когда поднимаешься на лифте закладывал уже даже уши похуже даже чем самолете но было безумно красиво то что ты видишь каждый угол вообще не знаете очень сильно понравился контербург тем то что у него все улицы это ровно 90 градусов угол то есть там нет каких-то вот таких змейка переулочка там все четко 90 градусов благодаря чему-то мне кажется практически невозможно потеряться а как обычно так как змейка переулки это что такое а где вот какой город такой со змейками мне просто интересно да я из уфы как я не припомню а где у нас змейки на карло маркса есть вот такая змейка я помню то есть такой едешь прямо а потом вот так тебе надо где еще помимо екатеринбурга самого давай какую-нибудь еще одну локацию которая останется памяти город как раз таки березовский там есть музей золота да как раз таки там рассказывали как его добывали то есть самое наверное удивительно меня было узнать что раньше золото вымывали кстати вопрос как вы думаете раньше чем вымывали золото мы прекрасно знаем чем вымывали золото потому что ездили в магадан и принимали участие на фестивале по добыче золота чем водой мы умываю мы вымывали золото водой в этом специальном как называется сито помнишь деревянная такая штука нет а до сито до сито вот раньше а дальше а раньше какой-нибудь шкуре наверное нет да благодаря шкуре реально я угадала да кай ну просто если говорят раньше из чего делали что угодно всегда говори кожа или шкуру кого-то что раньше все делали из шкур шапки одежду еду я по сути стал вода тоже можно могла бы сработать ну это раньше я не подумал что на столько я уж хотел выпендриться не получилось вырежем все равно это в общем да шкура это даже была представлена она вся такая блестелась и светилась и вот это мне повергло в шок так скажем скажи пожалуйста как ты выиграла поездку в екатеринбург на урал ваучер как у тебя оказался я приняла как раз таки участие в студенческом конкурсе твой ход и я принимал и была там активная решала на столько штурм из-за чего мне дали поучаствовать в конкурсе больше чем путешествие и как раз таки благодаря этому я отправился екатеринбург круто все спасибо большое мы надеемся что у тебя будет таких ваучеров все больше и больше и у нашего проекта сезонов тоже будет все больше и больше мы с тобой будем встречаться как с постоянным гостем и участником пока пока спасибо пока пока у нас на связи маша которая из екатеринбурга приехала и рассказывает нам о том как она туда сгоняла маш привет всем привет мария кулешова я из города куртамыш я выиграла куртамыш курганской области куртамыш в конце мышь очень маленький город да да 17 тысяч тут проживают а есть что-нибудь что только куртамыш и есть что-то фирменное тут все горел вот известные на весь мир куртамышские бренд куртамыша маша нужно что-то с этим делать надо придумать что-то куртамыш вся россия узнала такой куртамыш название то что реально прикольное ладно но съездил-то ты в екатеринбург на урал как там что запомнилось что зацепило о чем ты приехав в куртамыш всем рассказывала на самом деле там было очень много всего интересного мне больше всего понравилась экскурсия на границу европы и азии и когда мы ездили в камнерезный дом дом антоновых у вас сам резный дом антоновых можно подробнее рассказать про него там нам привели экскурсию и рассказали много интересных фактов о камнях и потом нам еще далее провели мастер-класс мы сделали себе небольшие браслетики из натуральных камней где он у тебя сейчас такой поднимает да вот он правда только три камушка так а что за камни у тебя не случайные наверное у меня все тут кварц мне очень понравились эти камушки поэтому я их взяла только потому что понравились там вам не рассказывали какую-нибудь тему типа вот кварц это такой камень а вот бриллиант такой камень а например изумруд это 3 рассказывали нам много чего рассказывать маш а вот смотри когда вы были в своем путешествии у нас был специальный агент который снимал видосы вас всех снимал со стороны поэтому предлагаю одно такое видео сейчас посмотреть и вернуться обратно к нашему разговору хорошо нормально дело в том что вы ельцин центра изобразить я устал я проглотался и у меня хвост замерз и нос замерз прочитайте понятно почерк ну что это за ужас это дело я же теперь месяц и заснул алё да да ну как там с деньгами за проезд передаем вот красотища какая давай расскажите пожалуйста ты как попала в екатеринбург за таких условиях что ты сделала такого за что тебе дали ваучер я участвовал в проекте большая перемена и набрала прошла в полуфинал и за это мне дали как как ты участвовал что делала ну вот ты принимал участие в большой перемене как бы какое направление ты что-то придумала что-то разработала у тебя какая-то идея вот в одном предложении мы хотим узнать в этом проекте разработала свой финансовый проект этот финансовый проект он обучает подростков пользоваться деньгами можешь пожалуйста нас подростков обучить пользоваться деньгами коротко какой-нибудь пример чё с ними делать мы просто не знаем уже куда девать ну если не знаете куда девать то нужно их тратить на что классный совет прям маша как будто не хочет с нами делиться секретами финансовой грамотности скажи ну ну что нужно акции покупать да или нужно в криптовалюту вкладываться или откладывать 10 процентов от любого заработка что из этого все вместе все вместе ну вот все я короче все за тебя сказал хотелось тебя в спасибо большое за созвон давай побольше таких поездок пока пока спасибо путешествия по россии чудесные особенно если ты гоняешь не один а в компании своих единомышленников собственно так и делают все кому сегодня позвонили короче мечтайте ставьте цели вдохновляйте собирайте чемоданы и все на урал пол капри илья гордеев маршруты мечты и